Час пик, центр города, солидные офисные здания, не менее солидные заторы на дорогах и нерешаемый вопрос, где и как припарковать собственный автомобиль. Вариантов несколько или во дворы, или на обочины, однако скоро у нижегородцев появится третья альтернатива. Платные парковки, кстати, одно из них обещают построить прямо здесь, на Октябрьской площади. Всего до 1 октября текущего года в Нижнем появится 7 подобных площадок. Это хорошо знакомый всем участок на улице Пескунова от Большой Покровской в сторону Алексеевской. Также платными станут парковки на улице Варварской напротив дома номер 32 и на площади Максима Горького перед сквером Писателя. На улице Рождественской для этих целей выделили протяженный участок, не обошли стороной площадь Маркина, где также хотят сделать платную парковочную зону. Наконец, Нижневолжская набережная получит первую платную парковку. При этом бесплатный вариант на той же улице обещают сохранить. Может, после этого он будет пользоваться большей популярностью, ведь сейчас машины ставят где угодно, но только не здесь. Вот и получается, что на коммерческую основу переведут те самые парковки, которые на данный момент остаются единственным вариантом бесплатно и более-менее удобно припарковать свой автомобиль в центре Нижнего. Депутат Гордумы Александр Котюсов убежден, что только такие резкие меры могут сделать жизнь нижегородцев комфортнее и, что важно, безопаснее. Огромное количество аварий, которые происходят на дорогах Нижнего Новгорода, они связаны именно с тем, что у нас хаотичная парковка. И пешеходов давят у нас так, которые хотят через пешеходный переход перейти, а не могут, его не видно. Улицы сужены за счет этих паркующихся машин, они друг друга задевают. Стоимость одного часа на платных парковках уже определена не менее 20 рублей. При этом, в зависимости от ее расположения, возможны понижающие коэффициенты. Удивительно, но некоторые нижегородские автолюбители готовы платить даже больше этого. Я думаю, около 50 рублей. 20 рублей? Не больше. Ну, рублей 50. Вот, например, в Андорре я знаю, что парковки стоят, по-моему, около 2 евро. Карликовой Андорре трафик мегаполиса, конечно, может только сниться. Кстати, в некоторых странах Европы стоимость одного часа парковки достигает 5 евро. А вот столичный опыт решения парковочных проблем показывает, что платные стоянки в сочетании с разумной ценой – реальный способ не только разгрузить дороги, но и приучить людей к общественному транспорту. Мы решаем такую проблему транспортного потока, транспортной нагрузки на центральную часть города в утренние часы, когда все едут на работу, потому что введение платной парковки стимулирует также пересаживаться на общественные транспорты. По словам экспертов, даже передовая Москва отстает от мировой практики введения платных парковок лет на 40. Поэтому не стоит удивляться, что консервативный и глубоко провинциальный в вопросе решения дорожных проблем Нижний Новгород находится от них и вовсе на расстоянии века. Но начинать с чего-то точно надо. Правда, одними платными парковками ситуацию не исправить. В той же столице не один паркон, а несколько сотен, да и каждый второй двор в Москве оснащен шлагбаумами. Добавьте сюда нижегородскую привычку бросать авто, где попало, непривычку платить, и дворовые войны нам точно обеспечены. Ким Андреев, Илья Федулов, Горький ТВ.